Здарова, товарищи, на связи офицер, и наконец-то мы с вами дождались... О боже, наконец-то свершилось! Улитки показали в своей группе ВК первую технику следующего крупного обновления War Thunder в 2023 году. Наконец-то... дождались. И эта техника станет советской, так еще и плавающей. Мало того, это галбица. И ладно, не буду таить, это 2С1 гвоздика, огневой бутон. Так скажем, брат Акации только плавает и в более меньшем вооружении. И да, бронирование у нас с подвижностью хуже, но она может плавать. Еее! Круто! Плавающая самоходка, я уже знаю, что будет делать Камарик, но не об этом суть. Данная самоходка имеет 122-мм галбицу. Будет находиться она в советском древе исследования на 4-м ранге. Предполагаю, что она будет находиться перед Акацией. Примерно на БР-5.3, либо 5.7. С зависимостью из-за проблем, которых я выше сказано написал. И знаете, что самое интересное? Правильно! Год назад выходил слив по поводу данной чудесной гвоздики. Где, как говорится, я и мой коллега МР сделали видеоролик про данную технику и наше предположение, и все в том духе. Но самое интересное тут то, что через какое-то время был еще один интересный слив, где уже присутствовал российский бронетранспортер Тигр. И да, кстати, очень интересные модификации. С авторами. Лично я склоню, что разработчики не будут вводить одну модификацию российского бронетранспортера Тигра, а будут делать что-то аналогично. Если вы знаете что-то такое, а если кто-то не знает, у Германии есть три маленьких десантных машинки. Одна у нас зенитка, другая зенитка, другая второвозка. Интересно написал, понимаю. Если мы перейдем к Тиграм, то у Тигров тоже есть аналогичные типы модификации. Тигр с 30 мм автоматической автобушкой, Тигр ЗРК и Тигр второвозка. Данные машины как раз идеально впишутся в игровой геймплей War Thunder. Но возможно, что разработчики еще сдавают БРДМ со фтурами. Чисто второвозка. Но тут уже чисто мои вангования. Что думаете вы по поводу этого? Напишите, как говорится в комментариях. Какая же техника будет в следующем, ближайшем уже крупном обновлении War Thunder? Лично я склоню, что Советскому Союзу, а-России, должны завести обязательно какой-то новый колесик. Это может стать тем же самым БТР-82 или Тигр или БРДМ-2. Все возможно. Но я склоняюсь только к двум машинам в данный момент. Это российский бронетранспортер Тигр и БРДМ-софтурами. А на этом все, товарищи. Спасибо за просмотр. И увидимся на полях сражений War Thunder.